Такого количества студотрядов Сочи не видел со времён подготовки к зимним играм 2014 года. Именно молодёжь со всей России и даже некоторых стран СНГ внесли неоценимый вклад в строительство олимпийских объектов. Делегация белорусских студотрядов вручила главе Сочи отличительный знак «Лучший командир» и подарила календарь объектов, которые были построены на их родине, в том числе и силами студентов из России. Хотели подарить вам вот такой календарь с объектами в Беларуси значимые. Неформальное общение главы Сочи и представителей студотрядов переросло в серьёзный диалог. Стороны обсудили прошлые совместные проекты и дальнейшие перспективы для молодёжи. Стоит отметить, что в этой секции Анатолия Пахомова принимали за своего. Во время учёбы в институте глава Сочи прошёл школу студотрядов от рядового члена до начальника штаба трудовых дел. В свою очередь глава Сочи оценил работу своих юных сотоварищей, да и вообще не скрывал восхищения нынешней российской молодёжью. Наши молодые ребята способны создавать роботов, свободные IT-технологии. Мне всегда казалось, что это кто-то делает. Оказывается, они рядом. Это наши российские студенты, наша российская молодёжь. Она такая умная. А это значит, что мы будем всегда побеждать. На фестивале у представителей сочинских студотрядов особая миссия. На правах хозяев ребята стараются организовать максимально комфортную обстановку для гостей, а заодно нашли новых друзей. С иностранцами ещё не успели подружиться, но собираемся у нас через пару дней. Дружим, мы уже подружились с регионами России, с Москвой, Челябинском, Алтаем и Новосибирском. Вместе с главой города члены студотрядов, которые трудились на Олимпийской стройке, вспоминали курьёзные случаи тех времён и заявили, что готовы в любой момент бросить все силы на воплощение очередного грандиозного проекта, какими были игры 2014-го. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ